Совсем скоро советская и промышленная улицы Новочебоксарска будут в буквальном смысле перерыты. Это связано с реконструкцией загородного канализационного коллектора водоканала, обеспечивающего непрерывный прием сточных вод Чебоксар и Новочебоксарска. Руководство Чебоксарского водоканала уже не раз предлагало обновить канализационные сети. Они проложены еще в 70-е годы прошлого столетия. Ежесуточно по коллектору проходят до 150 тысяч кубических метров канализационных вод. Поэтому дальнейшая эксплуатация коллектора грозит экологической катастрофой. Если мелкий ремонт аварийных участков водоканал производил за свои средства, то о масштабной реконструкции загородного коллектора оставалось лишь мечтать, рассказывает его директор Владимир Васильев. Этот вопрос стал актуальным еще с 2000-х годов, когда начались у водоканала на этом коллекторе выявляться аварийные участки с провалами, с обрушениями. И аналогичные разрушения стали учащаться ежегодно. Разработанный водоканалом проект был выставлен на конкурс Министерства регионального развития России еще в 2008 году. По словам заместителя начальника управления ЖКХ администрации города Чебоксары Павла Портфирьева, столица Чувашии вошла в десятку российских городов, получивших безвозмездный грант на реконструкцию сетей коммунальной инфраструктуры. В конкурсе приняло участие более 60 муниципальных образований. Требования были города с численностью от 90 тысяч до 600 тысяч населения. Мы подготовили в свое время документы, большой объемный материал, представили Минрегионразвитие и нас отобрали в числе 10 основных участников. Стоимость проекта 288 миллионов рублей. Эта сумма позволит заменить большой участок загородного коллектора, который ведет к биологическим очистным сооружениям. Московской подрядной организации предстоит произвести полную реконструкцию участка коллектора протяженностью 5 километров 200 метров, большая часть которого пройдет вдоль улиц Советская и Промышленная города Спутника. Новотебоксарск играет основную роль в том, чтобы сейчас обеспечить трассу высвобождения. На этой трассе находится много рекламных щитов, много незаконно установленных металлических гаражей, погребов, павильонов, остановочных киосков. Эту работу мы озвучили письмами, предупреждены все. И эта работа будет сейчас начата. Подрядная организация обязуется выполнить работы по реконструкции в течение 13 месяцев. Жителям города Спутника придется потерпеть ради будущего комфорта. Регина Тимофеева, Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика.